Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! На командном чемпионате мира, который проходит в Астане, наступила пора решающих матчей. И сегодня в рамках седьмого тура встречались сборные России и Соединенных Штатов Америки. Сборная США на этот чемпионат приехала полуэкспериментальным составом. Конечно, скамейка запасных у американской сборной достаточно длинная и сильная, поэтому всегда находятся неплохие шахматисты, которые хотят занять место Каруаны, Со и Накамуры. На четвертой доске в этом матче за сборную России белыми фигурами играл молодой гроссмейстер Владислав Артемьев. Ему противостоял американский шахматист грузинского происхождения, сильный международный гроссмейстер Звиад и Зория. Как мы помним, очень многие партии Владислава Артемьева до этого оказывались решающими с точки зрения определения общего счета в том или ином матче. И так случилось, что данный матч России против Америки оказался в руках Владислава Артемьева. От исхода его партии зависел исход всего матча, потому что остальные три партии в то или иное время закончились в ничью. И нужно сказать, что партия удалась. Это настоящий современный эншпильный шедевр, который Владислав Артемьев создал в ферзевом гамбите. Итак, Артемьев белыми пошел конь Ф3, ну а Звиад и Зория ответил конь Ф6. С4, Е6, конь С3, Д5. После Е3 следует С5. И здесь Владислав Артемьев поставил пешку на Д4. Получилась позиция защиты Тараша. Очень часто черные поддерживают симметрию, играя конь С6. Это основное продолжение. Но Звиад и Зория решили сразу побить на С4. Белые в один прием вывели слона на это поле и далее А6. Очевидно, черные хотят сыграть расширенное фенкетто, Б7, Б5, далее слон Б7. Но белые не стали препятствовать этому. Сделали рокировку и после Б5 отошли слоном на Б3. Слон Б7 играют черные, Е4, СД, конь Б4, конь С6. Очевидно, дальнейших разменов не избежать. Ну и Артемьев не стал темнить, сразу забрал на С6, ну а американец побил на Д1. Таким образом, после ладья Д1 и слон бьет С6, Ф3, партия перешла вот в такое окончание. Полная симметрия по пешечной структуре. Черные играют слон С5, король Ф1, король Е7. И в этой позиции белые играют конь Е2. Создавшаяся ситуация, кажется, очень простой. И черные, видимо, усыпленные вот таким внешним спокойствием в данном положении, совершили серьезную неточность и поставили ладью на поле Д8, вынуждая дальнейшие размены тяжелых фигур. В этой позиции нужно было подметить, что слоны черных находятся на одной вертикали. Они уязвимы, поэтому одного из слонов нужно было поставить на поле Б6. Ну а после сделанного в партии хода ладья ХД8, белые совершают связку, играют слон Ж5. И неожиданно в распоряжении белых целых две серьезных угрозы. Прежде всего выиграть связанного коня путем Е4-Е5, ну а также одной из ладей напасть на слонов по вертикали С. В этой позиции черным уже очень не сладко. Вот так одна, фактически дебютно-эншпильная, неточность привела черных к тяжелой позиции. Если пойти А6, то белые как минимум выигрывают пешку. Ставят ладью с Д1 на С1, после взятия забирают на С5, нападая на пешку Ж5 и слона С6. После отхода слона забираем на Ж5. Поэтому Звиад и Зория разменялся на Д1, для этого он и ставил ладью на Д8. Но после ладья бьет Д1, угрозы белых оказались в силе. Слон Д6, сыграли здесь черные, это видимо лучший ход, но в ответ Владислав Артемьев разразился невероятно красивой комбинацией. Конечно, в такой малофигурной позиции кажется, что жертвы не должны проходить, потому что фигуры так на доске немного. Но нет, российский гроссмейстер жертвует качество на Д6, завлекая короля на это поле. Далее Е5, еще одно завлечение с помощью вилки. И после короля Е5 следует слон Ф4. Малыми силами, одними легкими фигурами, белые создают почти матовую атаку на черного короля. Во всяком случае, после единственного короля Ф5, слон С2, черным нужно ставить на Е4 одну из своих фигур, чтобы защититься от шаха. Черные избирают меньшее из зол, ставя на Е4 своего коня под бой белой пешки. Белые, конечно же, бьют с шахом. И тут еще одна незадача. Оказывается, что брать слону на Е4 нельзя, ввиду Ж4. Вот такое отвлечение. Нужно брать пешку, и после слона бьет Е4. Эта позиция, конечно, для черных проиграна. Потому что ладья и даже три пешки явно не смогут перевесить три легкие фигуры белых. Фактически, три легкие фигуры это целый ферзь. Поэтому белые здесь легко побеждают. Поэтому черные отошли королем на Ф6, не стали брать эту отравленную пешку. И белые потихонечку начинают реализовывать свой существенный перевес. Король Ф2 сыграл Владислав Артемьев. Черные играют Е5, слон Д2. Король Е7 и далее слон Б4. Черные ставят короля на Е8 и слон А5. Далее слон Д7. Играют черные. Их задача активизация ладьи. Заметьте, слон на А5 стоит достаточно сильно. Он блокирует пешку А6. В то же время подобраться к нему очень непросто. Слон Б3. Играют белые ладья С8. Попытка активизации. Но видите, полей вторжения совсем нет. Белые еще и на С3 коня поставили. Перегородили вертикаль С. Имея ввиду вторжение на Д5. У белых легких фигур очень много опорных полей. Слоны стреляют по открытым диагоналям. Все это определяет долгосрочный перевес белых. Хотя, чисто по материалу, у черных достаточная компенсация за две легкие фигуры. Ладья и пешка. Ладья С6. Играют черные. Их задача, во что бы то ни стало активизировать свою ладью, пристроить ее в этом сложном Эншпиле. Конь Д5. И далее ладья А6. Белые в этой позиции играют слон С3. Понятно, что в случае хода Ф6 ладья будет полностью изолирована от ферзьевого фланга. Ну и белые дальше, играя конь С7, получат проходную на левом участке доски. В итоге просто выиграют. Поэтому черные здесь играют король Ф8. Идея Звиада состоит в том, чтобы на взятие на Е5 поставить ладью на Е6. После солнца 3 забрать на Е4. И получить хоть какую-то работу для своей ладьи. Но белые не дают и этого. Артемьев играет Аш3. Далее следует ход Ф5. Черные пытаются играть активно. Но вместо этого получают еще худшее положение. Забрали. Слон бьет Ф5. И слон бьет Е5. Опять играют черные. Король Е3. И далее на ладья С6. Тот же ход. Конь С3. Перегораживающий вертикаль С. Б4. Играют черные. И слон Д5. Наступает решающая фаза реализации перевеса белыми. Ладья С8. Конь Б5. И ладья С1. К этому моменту все остальные партии в матче США против России закончились. И все было в руках Владислава Артемьева. Если он выигрывает, то в целом матч будет выигран. И нужно сказать, Владислав не подкачал. Конь Д6. Он пошел напав на слона. Слон Б1. И конь Б7. Далее. Ладья Е1. Король Д4. И в этой позиции ладья Е2. Ладья так и не находит объектов для атаки. Правда, пешку на Б2 она забирает. Но посмотрите, что делают белые. Они сначала играют А4. И на взятие на Б2 следует конь бьет А5. Пешка А является очень опасной крайней проходной. Ну а пешка черных никуда не идет. Слон С2. Хоть как-то пытается Изурия помочь своей проходной. Но конь С4. Ладья А2. И здесь очень точный ход слон Д6. Шах. Король Е8. После слон бьет Б4. Оказалось, что пешку на А4 бить нечем. В случае взятия на А4 ладьей последует, конечно, слон С6. И белая остается с лишней фигурой. Ну а если в этой позиции забрать на А4 слоном, то, конечно, последует конь Д6. Это шах. И вскрытое нападение на ладью. Тут дела черных еще хуже. Поэтому здесь Звиад и Зория после слон бьет Б4 не стал проверять технику Артемьева. И просто сдался. Таким образом, эта партия, настоящий шедевр в Эншпиле, принесла победу не только Владиславу Артемьеву в этой конкретной партии, но и сборной России. В целом, над сборной Соединенных Штатов Америки со счетом 2,5 на 1,5 очка. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.